Девушки отдыхают Девушки отдыхают К сожалению и к счастью, я здесь не спойлерю, но кто видел фильм, тот и так в курсе Также несколько крайне удачных стечений обстоятельств Как, например, присутствие священника в особом списке, по которому проходится офицер Локи и натыкается на подсказку в деле Таких вещей не сильно много, но они есть и иногда выглядят чисто как помогайка для сценариста Из плюсов истории то, как она развивается и постоянно накручивает витки спирали Эта спираль оказывается сильно больше, чем думаешь в начале, и она заводит сюжеты персонажей туда, куда все в том же начале не ожидаешь Местами за это стоит сказать спасибо упомянутым ранее удачным обстоятельствам и внезапным, местами даже слишком, поворотам Если исключить сценарные допущения ради драматического эффекта и крайне отстойного антагониста То сюжет в «Пленницах» неплохой По крайней мере он не стесняется в показе неоднозначных тем и сцен, и он не боится идти на риск Ну, разве что в концовке авторы решили пойти на компромисс Ситуация 50 на 50 происходит и с персонажами Двух главных героев, офицера Локи и отца Довера, сыграли Джейк Джилленхол и Хью Джекман Вот они отличные Там, где Джекман в своей игре берет широким эмоциональным спектром, Джилленхол использует микроигру и повадки своего персонажа У него здесь не такая интересная роль, как в каком-нибудь стрингере, но актер все равно старается придать, в общем-то, суховатому и... Сильно профессиональному полицейскому яркие детали А вот здешний Джекман мне нравится сильно больше, чем почти все его другие работы Вообще, заметно, как Хью за все эти годы прокачался в своей профессии Сейчас на него в разы приятнее смотреть, чем лет 15 назад У его Довера есть и отличное исполнение, и забавное противоречие внутри самого героя Он искренне верующий, но поглощенный отчаянием, начинает творить несовместимые с христианскими идеалами вещи Из персонажей и актеров со знаком плюс отмечу еще Пола Дейно Он играет умственно отсталого подозреваемого и делает это классно А вот со знаком минус Относительно предыдущих трех примеров Я подниму остальных персонажей Они все не ужасны, но у каждого есть какая-то проблема Например, матери двух семейств Виола Дэвис и Мария Белло Их просто мало, и им не дают достаточно места, чтобы раскрыться То же самое со старшими детьми Очень мало Фрэнклина Теренс Ховард побольше И сыграл он ни разу неплохо Но сам его персонаж такой... никакой Да, понятно, что он должен был быть моральной противоположностью Довера Но это выглядит так невыразительно Возможно, просто актеру не дали насытить свой образ Тут уж сказать наверняка не получится Есть третьи степенные и так далее Действующие лица, но не вижу смысла их вспоминать Зато я хочу сильно и долго вспоминать визуал фильма Оператор Роджер Диккенс просто боженька Как он работает со светом, это просто магия какая-то Ну и с планами и движением тоже, ясное дело В монтаже есть пара странных вещей, которые никак, кроме как ляпами, не назвать Но это не критично В общем, все выполнено грамотно В картинке отчетливо чувствуется околоминимализм С редкими отступлениями от правила Сама картинка очень приятная и красивая Опять же, спасибо оператору, декораторам и эффектникам Также, Пленниц я считаю примером, когда формат 1.85 к 1 Выглядит сильно внушительнее и эффектнее, чем стандартный 2.35 к 1 Музыка крутая Она любит медленно и незаметно забираться под кожу Создавая тревогу и чувство давления времени над тобой Думаю про то, какую атмосферу приобретает кино От всех этих составляющих говорить не нужно По итогу, кино получилось хорошее Это не эталонный детектив В нем есть слишком непростительные вещи для этого жанра Однако, они связаны больше с развязкой, чем с процессом А за процессом тут следить интересно Благодаря главным актерам и оператору Плюс очень крепкой постановке сцен самого Вильнёва Вообще, весь фильм можно описать именно этим словом Крепкий Это, конечно, не Агата Кристи, но и близко не Дэвид Кейдж Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok